Если вам нужно утеплить и отделать лоджию, положить ламинат, устроить подиум в квартире, смонтировать потолки или перегородки из гипсокартона, установить дверь-купе, произвести другие отделочно-строительные работы, то вы можете сделать заказ по телефону 8903-689-3623. Вячеслав Шишков. Торжество. Читает Геннадий Постригаева. Дядя Селантий, спустив портки сынишки своего Гораськи, сёк его вицей, приговаривая — Будешь, сукин сын, будешь, будешь предсказывать, будешь? Зажатая меж коленями голова Гораськи орала на всю деревню, а оголённый зад глядел глуповато в небо и раз за разом крылся красными полосами. Прибежали Гораськина мать под слеповатый дед, кричали на Селантия. — Да за что ты? — С ума никак сошёл. А тот, не переставая. — Будешь, паскудя, а? Будешь? Я тебе покажу предсказывать. Гораська посинел. Из рубцов вот-вот проступит кровь. Соседи на гвал сбежались. — Братцы, хватай его! — Селантий выпустил Гораську и тряхнул головой, чтобы откинуть свисшие на глаза космы. — Да как же! — нескладно загромохал он. — Паскуда такая! Стал предсказывать, что, мол, человек от облизьяны превзошёл. — Дизентеришки учат! — прикричала мать, утирая Гораськи слёзы. — Дизентеришкам всё бегают в ячейку! — сказал отец и закричал. — Значит, и ты, сукин сын, не от матки своей, а от облизьяны? А может, от кошки или от мыша? Задеру, паскуда! Предсказатель объявился новый. Ах ты, подай-ка мне его скорее! Но Гораська вырвался и помчался к речке охлаждаться. А вдогонку... — Я тебе так спешу! Год кверху задом сидеть будешь! Я тебе предскажу! Держи его! Кто-то засмеялся. Селантий стоял медведем. Длинный, лохматый и ручище в шерсти. — Тут не до смеху, — сказал он. — Слыхали, какие слова паршивец-то оттяпал мне, вроде коммунист. А всего девятый год, пащенко. Вот так это новый режим. — Ребятёнки, фуллиган на фуллигане, как крапиву растут. — А почему? — Школы нет, — сказал Селантий. — Без школы смерть, — подхватили мужики. — Хоть длинненькая школа будь, всё-таки отец Сергий молитвам обучал бы лиригии. — Братцы! — Селантий скрестил руки на груди. — А давайте-ка в сурьё, школу-то. Э, вот какой огромадный сруб брошенный, гниёт задаром, ежели дружно взяться, живо сгрохаем. Ещё народ подошёл. Гуторили до вечера, пришили строить. Мелькали топоры, визжали пилы, подёргивая и ухоя, волокли бревно. Работа кипела. — Пускай-ка нюхнут, чем пахнет, — говорил Селантий. — Школа будет айлюли. А то засмеяли нас окружающие деревни, особливо раменье село. Одно звание нам — лесовики. А чем мы виноваты, ежели в лесу живём? Как при царе лесовиками лаяли, так и теперча. Лесовики да лесовики. — Только чур молчок, ребята, — сказал Селантий. — Чтоб ни единая деревня не пронюхала, мы им нос-то утрём, а окончим — в казну пожертвуем. Намол, товарищи, получай, вот какие мы лесовики. А прочие деревни хоть и не лесовики, а школы не желают. В раменье школу прикрыли, учитель с женой в куски пошёл. Вот они какие, не лесовики-то, а мы лесовики. Селантий попыхивал трубкой и сопел от прилива чувств. В ведряный осенний день перед очами заведующего уездным наробразом стояли председатель сельсовета Аксён Петров, маленький и астралистый, как лисёнок, а сзади сам Селантий. — Что скажете? — оторвалась от бумаг плешивая городская голова в очках. — Вот, товарищи, из села Дыркино депутация. Браво начал Аксён Петров, но осёкся и кашлянул в ладонь. — Какая депутация где? — То есть, самолично мы, отрубил Селантий. — Я слушаю вас. Голова поджала бритые губы и поправила очки. Аксён Петров — человек бывалый, даже на Карпатах воевал. Он всю дорогу зубрил речь. А тут вот чёрт его знает. — Так это вследствие того, — начал он, расправляя свои рыжие усишки, — вследствие того, как мы живём совсем в лесу, и как этот лес был помещика Гусева, и вследствие того, как нас, то есть Дырковцев, все считали лесовиками? — Покороче, — нетерпеливо сказала голова и втянулась в плечи. — Желательно нам советской власти школу предоставить, — прокричал Селантий и расправил Бородищу. — Да, вот желательно предоставить школу, — подхватил сельсовет. — Вследствие того, как мы соорудили школу своим иждивением всех средств, то есть Дырковцы, и в сдвижении в день святого животворящего креста Господня желательно нам эту самую школу осветить. Заведующий передёрнул плечами и плотнее поджал губы. — То есть открыть, товарищи, открыть, — прокричал вспотевший Селантий. — Поэтому просим вас пожаловать к нам или какого-нибудь хорошего члена послать. Очень нам желательно. А то паршивые дьяволы мужичишки из окружающих деревень проходы не дают. Лесовики да лесовики. — Только желательно, ежели член, то чтоб русской веры, согласно, как сельсход постановил, — сказал Аксён. — Почему? И две ноги заведующего сердито завозились под столом. — О, конечно, дело, народ-то у нас тёмный, — сказал Селантий и заложил назад руки. — Особливо женский пол. Требует, чтоб молебен. — В школе икон иметь нельзя. И вообще, религия возбраняется, изгоняется из пределов школы. И в частной жизни это можно. — Так я тоже на той точке, — сказал Аксён, и его забила дрожь. — Я, как председатель сельсовета, религии не могу признать и возбраняю даже в домашности положение. Лиригия пивом народа. — Ишь, брешет тварь, — буркнул Селантий. — Но вследствие того, что, принимая его внимание, — забормотал запутался Аксён, — исходя из точки, мы собрали сход. И вследствие многократного обсуждения я поставил вопрос на открытую болтировку, поднятием кверху всех рук. Он запнулся и потупился. — Ну? — И постановили единогласно, — тихо сказал Аксён, глядя в землю. — Чтоб как бог, так равным манерам и лиригия вполне находятся особливо бабы. Норобрас улыбнулся, потом нахмурился, сдернул очки и выплюнул окурок на пол. — А вы, товарищ, не сомневайтесь, — подошел к самому столу Селантий и, встряхнув бутылку с чернилами, посмотрел ее на свет. — Останетесь вполне благонадежны и даже ничего не увидите. У нас все обмозговано, ай-лю-ли. По лиригии — особь статья, а по советскому образцу — особь статья. Так приедешь, друг? Норобрас задумался. Он выпить не дурак, и норка у него, что называется, свистела. Однако он на этой должности едва держался. Уже было два серьезных замечания. Ежели... — Эх! И он махнул рукой. — Хорошо, приеду. — Вот добро! Селантий с шумом отодвинул стул, сел, крякнул, сказал Аксену. — Садись, че стоишь? Потолковать надо с товарищем-то. Аксен несмело сел, послюнил концы пальцев и поставил усики буравчиками вверх. На прощание Норобрас крепко пожал им руки. Обратно катили фертом с бубенцами. — Кабы портрет-то ихний не потерять. А проезжали раменьи. Ох уж это раменьи. Селантий задрал бороду вверх и подбоченился. Аксен тоже уткнул свой носик в небо. Когда подъехали к дому, Аксен сказал — Я так некую, что нашему Дыркину селу должны выдать очистат. Дырковцы на сходе решили торжество справлять в складчину, а Селантия поставили старостой. Мужик самосильный и может соответствовать с начальством. Селантий за неделю до воздвиженного дня стал приготовлять самогонку и каждый день с утра был выпивший. Баба ругалась. — Надо честь-честь и все, чтоб прилично. Я им покажу, какие мы лесовики, — бубнил он. А начальство надо почитать. Накануне он сидел пьяный на сундуке и переобувался целый час. Как-то все не выходило. — Гораська, ну-ка спой эту, как ее, насчет миру-то свого. Гораська, разговоры с батькой плохи, наскоро прожевал лепешку и тоненько заверещал. — Мы свой, мы новый мир построим. — Баба, маленькая, круглая, как корчага, поросятам месиво готовила. — Правильно, — сказал Силантий. — А тернационал ихний, можешь? — Не всю. И Гораська откусил лепешку. — Да будешь жрать-то, нажрешься еще, коммунист. Беги скорейше в ячейку, в раменье. Понял? В ячейку. — Получи там песенник ихний. — Да кликни пастуха, тут в речке он, мол, тяде велел прийти. — Тернационал изучать, мол, он хумунистюшка, кажись, все распевает эти разные ихние. Ну, поворачивайся. Гораська зажал в горсть две лепешки и засверкал пятками. Селантий поставил ногу на длиннейшую онучу и заорал. — Мэйсвай, мой ног. — Ты что ты гайкаешь-то? Точно в лесу! — закричала баба. — Молчи, — погрозил Селантий. — Не сбивай, сам собьюсь. Он поднял ногу и обогнул онучи справа налево. — Мэйсвай, мой ног. — Да чтоб тебе подавиться, нажрался опять этого самогону проклятого. Хоть бы хлев вычистил, шагнуть нельзя. — Какой это хлев? Есть, когда мне с твоим хлевом нянчиться. Ты вот шо. Ежели ты понимаешь таксую, чтоб пастуху завтра красная рубаха была и мне, чтобы красная. Чуешь? Мы с ним передом пойдем с флагом ихним. Транционал, чтобы торжество. Он еще раз перекинул онучи и заревел, сердито сверкая на бабу взором. — Мы свой, мы новый мир. — Тьфу! Подскочила к нему баба с месивом. Вот так и вылью на башку-то на лохматую. — Построим. Уйди, сапогом пущу. Масольно. Баба с бранью пошла к выходу. — Стой! — крикнул Силантий и перебросил онучу третий раз. — Поклич яшку солдата, чтоб с ножницами объявился, чуешь? — Тьфу! И не подумаю. — Молчать, мол, хозяина брить, намерение такое вышло, мол, бороду к черту и башку наголо по-городски, как норобрас. Баба грохнула дверью. — Блогвардейка, черт! — прошипел Силантий. Волосы, как клочья пакли, висли на нос, на уши, на плечи, все лицо в шерсти и бородище во всю грудь. Только нос сапогом торчал и щурились захмелевшие глаза. Он очень долго пыхтел, закручивая онучи, и на свободе гаркал. — Мы свой новый мир построим. Эх, дюжи, хорошо, громко. Еще пропел раз пять и начал потихоньку разуваться. А к вечеру его наголо обрил Яшка солдат. Гораська таращил на тядьку глаза и хохотал. Потом старательно стал подметать веником тядькины Космы и Бородищу. Целая корзина набралась с тогом. Гораська удивился. Силантий, голый, как ощипанный индюк, угощался в переднем углу с солдатом Яшкой самогоном. На столе лежало зеркальце. Выпьет и посмотрится. — Хо-хо-хо-хо! Какой большой интерес в лице! Яша, товарищ! Гораська все еще прыскал смехом. Баба плакала. Утром, в день торжества, Силантий проснулся рано. Голове его было холодно. Он провел по голому черепу и по скулам ладонью, и душе его вдруг стало тошно. «Дай-ка зеркало!» Осипшим голосом пролаял он бабе, растоплявшей печь. Взглянул, глаза налились яростью, сунул «На!» И, долго стиснув зубы, молчал. Не хотелось подыматься, а когда ударили к обедни, встал. «Полдурок, чертов! Шо ж ты не удержала?» Баба сморкалась в подол и не желала говорить. «А если б он дьявол, спьяну-то нос бы мне вздумал отхватить, уши или прочий инструмент, тоже бы молчала, а?» Жена ни слова, кочергой срыву дрова сует. Силантий примерил шапку, голова его ухнула по самый рот. «Иш, что подлец наделал?» сказал он, «Ха ж сонучее бывай!» и примерил Гораськин картузишко. «Мал!» Тогда жена вдруг захохотала и звонко крикнула, «Надевай повойник мой!» «Повойник?» переспросил Силантий. «А он какой? Красный? Ну-ка покажь!» Вылез из-за печки дед, потряс головой, сказал, «Уважай тебя, дурака, надо! Эткая рожа нескладная! Пфу! А близьян и есть паршивый!» «И правильно Гораська объяснял!» Пришел сельсовет Аксен, усердно перекрестился на иконы, поздоровался с дедом, с хозяйкой, мельком взглянул на Силантия, спросил, «А что, Силантий-то, Антипыч, вышли?» Все захохотали, пуще всех громыхал Силантий. Весело, заливисто телебомкал перезвон и большой колокол бухал гулка. Крестный ход направлялся из церкви к школе. Краснела рябина, желтел поблекший на березах лист, порхали стайками скворцы, горланил петух, посматривая одним глазом на солнце, а колокола заливались и шел густой толпой народ. Батюшка, отец Сергий, сиял рыжей бородой и полным облачением. «Начальство-то закрывай, начальство-то», командовал в школе Силантий, «нет ли тряпиц каких-либо рушников?» «По что, рушников, мы елками заслоним?» «Как это возможно?» закричал на парней Силантий. «Тут святые иконы придут, Божья Матерь, Николай угодник, нечто легко им, святителям Христовым, взирать на портрет-то, на ваши». И все три портрета были завешаны красными фартуками. «А в той горнице не прикрыли старика от этого, Карла-то свого. Айда скорей, а то батюшка с крестом пойдет». Потом к сынишке. «Эй, Гораська», сказал он ласково, «беги, сукин сын, скорее на колокольню, да на дорогу гляди, глаз не спущай с дороги». Гораська ринулся бежать. «Стой, сукин сын, как увидишь, пыль завихаривает, тройка от города мчит, летом сюда лети, понял?» С улицы все гулче наплывали женские голоса. Ближе, ближе хором достойно есть поют. Вот под окнами затопотали ноги и вверх по лесенке. На Силанте взглядывали как на чужого, даже батюшка вежливо сказал. «Здравствуйте, товарищ комиссар. Ох, да это Силанте Антипыч никак». И, чтобы замять поднявшийся было смех, поспешно начал молебен. «Народу полным-полно, от пыхтения и вздохов воздух стал густ и непродышен». Силантий нагнулся к лисьей мордочке Аксена. «Ты вот что, беги-ка за околицу», зашептал он, поводя бровищами. «Они хоть и православные которые, а господа не чтут. Задержи, понимаешь, ну, что-нибудь поври им там погуще». Аксен, слушая, шевелил ухом, как конь, сказал «Ого!» и вышел. Батюшка служил торжественно, и к тене из-за дьякона выворачивал басом свои же возгласы умильным кинорком и кадил без перерыву. В школе как пожар сине. Силантий морщился, ведь городские члены боятся ладана как черти. Многолетия строителям всечестного дома сего батюшка гаркнул так, что закашлялся, и Силантию показалось хлынула из поповской глотки кровь. Но это не кровь, это Федот взвельнул красной бородой, взмахнул руками и хор мужиков грянул как из пушки. И только оседлал батюшка нос очками, чтоб по бумажке слово произнести «Едут, едут!» словно бичом по головам хватил ворвавшийся гараська. Тогда все зашевелились, батюшка стал в попыхах совать крестом в зубы, в носы, в лобы, а напиравших старушонок попросту толкал в загорбок, возглашая «Бог благословит!» Силантий крикнул «Эй, слушай, братцы, полиригии аминь окончилось, а теперь по-советски все за мной, и старухи так же и старики. Батюшка, отец Сергий, не откажитесь и вы поучаствовать». «Куда мир, туда и я», заулыбался батюшка, торопливо разоблачаясь, и рыжая борода его вынырнула из-под ризы. Когда все повалили вон, Силантий прокричал в уши двум глуховатым старушонкам «А вы здесь оставайтесь, здесь окошки настиж, да фартками машите пущи, фартками, ну, чтоб всю значит вонь и ладан священный к свиньям», и загромыхал с крыльца, как камни сгор. На краю села стояла подвода, и председатель Аксен, извиваясь возле наробраза, упражнялся в красноречии. «Мы советскую власть должны свято уважать», напевал Аксен, заговаривая зубы гостю. «Пойдем, товарищ, в школу», настойчиво предлагал приехавший. «Позвольте вам доложить вашим милостям», взмолился Аксен, «Вот, например, я объясню сейчас про хутора. Например, раз я перехожу на хутор, я и избенку свою обязан тащить, а ежели на отруб, то изба в деревне». Гость, подпираясь палкой и прихрамывая, двинулся по улице. Он шел кривобоко, кожаная куртка неуклюже топорщилась на нем. «Позвольте вам доложить», забежал вперед, маленький Аксен, «Например, извольте осмотреть наш прокатный пункт, он у меня в сарае, вон, рябинка-то, вот возле рябины под навесом, называется прокатный пункт, а всего одна жнейка, да и в той все железо украдено, народ у нас прямо вор». Тут он облегченно вздохнул, навстречу шла толпа. Запыхавшийся Силантий, обогнав всех, остановился перед гостем по-военному и снял картуз. «Честь имею объявиться, депутат, который был, Силантий Кузькин». Подслеповатому нарообразу показалось, что перед ним стоит гололобый верзила в красной маске, щеки и нос Силантия рдели, как морковь, а череп с подбородком белый. «Что же с вами такое?» присмотревшись, улыбнулся нарообраз. «Едва признал». «А это после Тифу», сказал Силантий. «Чуть не сдох, во как закорючило. Пойдемте в сельсовет, оттуда вы уж... А этого-то батюшка наш, священник, отец Сергий. Поздоровайтесь, батюшка, обручку. Ничего, батюшка у нас хороший. Пожелал с пением разных песен нового режима идти. И возгласы, конечно». «А молебен-то был?» потрепал нарообраз Силантия по плечу. «Так как вам сказать не соврать?» задвигал Силантий бровями, напрягая мысль. «Так себе, пустяшный, для старух больше». «Старушонки-то у нас одна неприятность», вздохнул Аксен, и глазки его заныряли в толпе. «Чуть что против бога голову отъедять, самая дрянь». «А сколько у вас коммунистов?» осведомился нарообраз. «А коммунистов?» переспросил Силантий и виновато ухмыльнулся. «Так это до настоящих, ежели...» «То есть по программе», вставил Аксен, «ежели по программе, которые уж не так, чтобы много, а попросту сказать в видах откровенности...» «Цифру, товарищи, цифру». И карандаш гостя приготовился писать. «А Аксен, сколько их?» «Коммунистов-то?» В свою очередь переспросил Аксен, семеня короткими ногами. — У коммунистов даже совсем мало. — Ну, то есть ни одного, извините, — сказал Селантий, покосившись на гости, и остановился. — А вот и сельсовет. Аксен, ребята, флаги, плакаты, хараська, портрет товарища Ленина. Ну, выстраивайся, стройся. — Стройся! — По четверо в ряд, как Яков учил маневру. Молодяжник, вперед, живо! Дунька, ты куда, кобыла, к парням касаешься? Пошла к девкам, равняйся, равняйся помаленьку. Эй, мужики, старух на ближнюю дистанцию не допущать. — Старух желающих в хвост! — прозвенел Аксен, вылезая из сельсовета с беременем красных знамен и флагов. — Деды, которые покрепче смотреть веселей, — командовал Силантий, — бороды расчесать и тить в ногу. Раз-два! Я еще службу не забыл. При самом миротворце служил Александре Третьим вонпреком. И глаза его гордо засияли. — Ну, вперед! Ай-два! Ай-два! Затягивай! Веселым, путанным, пестрым строем пошагали вдоль села. Впереди Силантий со знаменем, батюшка, звонкоголосый пастух в красной рубахе, молодежь, товарищ Нарабрас. — Отречемся от старого мира, отресем его прах с наших ног. Заливисто и страстно начал пастух. Молодежь дружно подхватила, батюшка на ответственных местах покрывал всех своим басом и, поглаживая красный бантик, уповающе косился на начальство. Силантий слов не знал, он, потрясая знаменем, просто рявкал. Девушки с бабами повизгивали, ревели кто во что гораст бородачей. Издали, должно быть, выходило не так уж складно. Три собачонки сразу морды вверх и по-озорному взвыли. — Тюрнационал, — скомандовал Силантий, — Семка, жарь на гармошке, ребята, подхватывай. Семка, ноздри в небо, растянул голосистую гармонь с сундук и свирепо грянул под Тверской-Ямской. Он мотива не знал, сразу смешал весь хор и, как ни старался подладиться под голоса, пальцы все же воротили на свое. — Шапки долой, когда Тюрнационал идет! — стряхнул знаменем, скомандовал Силантий и, никому не подставая, заорал сам по себе. — И этот будет последний страшительный бой! Толпа шла весело и чинно, толковали друг с другом о своем, и лишь когда гул речи разрывался выкриком Силантия, покашивались на красные знамена. Мужики говорили о хуторах, о тягостных налогах, не худо бы совхозу по шее надавать, а земельку под себя. Бабы — про кур, про масло, все в совет да в совет провалиться бы ему подай. Старушонке известно про антихриста. С колокольни вдруг слетел и заплясал, закружился разухабистый трезвон. Путанная песня, гармошка, солнце, трезвон и говор. У ворот на солнышке древний старец с батагом. Истово старец закрестился, зашамкал. — Ишь ты, отец Сергий, от холера должна деревню-то обходит. — Пожалуйте, гость, дорогой товарищ. И Силантию показалось вдруг, что на его обритой голове зашевелились волосы. — Вот черти, не открыли. Он бросился срывать с портрета в фартуке и тревожно посматривал на висевший в углу образ. Гость удивленно поднял брови и что-то промычал. — А видишь ли, дело-то какое. Силантий сорвал тряпицу с портрета Луначарского. — Мы в тех смыслах, что может вредно взирать нашему правительству. Тут грешным делом святые иконы были из храма. Он подхихекивал, вилял голосом, потом сразу стал строг и кому-то крикнул, кивнув на образ. — Прикрой-ка, Богородица-то! Возле поставленных у портретов знамен открылся митинг. Перед началом был такой разговор. — Ну, перво-наперво, как следует выпить надо, уж потом митинговать, — сказал Силантий. — Чаю попьем после, — сказал Нарабрас. — У нас, извините, самогон, — сказал Силантий. В соседней комнате загремела посуда. Нарабрас начал речь. — В то время, когда кругом закрываются за отсутствием средств школы, и народные учителя, босые и голодные, идут в куски, светлый почин села Дыркино горит, как костер во тьме. — Он говорил отчетливо и горячо о том, что такое наука, грамота, преданность новым формам жизни. — Конечно, советская власть учтет деятельность местных крестьян. Силантий самодовольно крякнул и подбоченился. Он сидел за столом и победоносно, как петух на цыплят, смотрел на мужиков. Мужики слушали внимательно, но, когда запахло жареным и самогоном, всех слюна прошибла, и тут уж не до митинга. — Да здравствует советская власть! Местные граждане-крестьяне и первый среди них энергичный товарищ Силантий Кузькин, — закончил оратор. Силантий гаркнул «Ура!» и сделал знак рукой, но его никто не поддержал. Крестьяне терлись у стенки и, принюхиваясь к запаху, как охотничьи собаки, крались поодиночке в соседнюю комнату. Силантий сладко сплюнул и шепнул Аксену. — Иди-ка туда, досмотри, а то выжрут все. В это время кто-то крикнул. — Товарищи! Силантий поднял голову. Перед ним черный длинноусы Федюков, раменский крестьянин, и как он, дьявол, затесался, стоит дубом среди сидящих и говорит. — Товарищи! Я, товарищи, очень энергично могу изъясняться, но как здесь, товарищи, присутствуют товарищи из города, то я окончательно сбиваюсь. Тут сказывали вам и превозносили дырковцев как культуру, и в том числе Силантия Кузькина, то я энергично протестую. И это вся их выдумка, товарищи, со школой одно мошенство. Чей это дом, товарищи? Кулака белогвардейца, который бежал. Значит, им, товарищи, ничего не стоит. А, между прочим, отсюда явствует. Вот, мол, товарищи правители, мы жертвуем школу, а вы же закрепите за нами поповскую землю. Это ведется, товарищи, энергичная тайная дипломатия, потому как из-за поповской земли промежду нашими селами велось целое сражение в периоде всего проистекшего лета. День работаем, а ночь война. И даже товарищи с их стороны пулемет был. Вот они какие дьяволы энергичные лесовики. Они белогвардейцы, и промежду ними первый контрреволюционер Селантий Кузькин, невзирая, что он энергично обрился. Я, товарищи, кончил. Кто-то выпалил из угла. За бритого двух небритых дают, да и то... Попрошу с мест не возражать. Гневно бросил на Робрас. Тогда поднялся, как колокольня Селантий. Он плюнул в горсть и треснул по столу. Потом хотел схватиться за бороду, но бороды не оказалось. Еще раз ударил кулачищем в стол и крикнул. Сволочь усастая, обормот, никто не брился. — Попрошу без резкостей не выражаться, — оборвал на Робрас. Селантий шумно задышал, вцепился в столешницу и, раскачиваясь, задвигал стол взад-вперед. Руки его напряглись, плечи закруглились, словно он думал не головой, а мышцами. Лоб собрался в тысячу морщин, и череп покрылся потом. — Товарищи! — наконец выжил он из груди звук. — Не зря же я упреждал многосиятельного товарища из города, мол, сначала надо б на выпить помахонькой, потому как в тверезом виде я выражаться не признаю. — Товарищи, я, как есть родитель в пользу своего села, то есть Дыркино, то могу выдать отчистат. Он, этот самый усач Мишка Федюков, у бабки Агафьи курицу украл, Степке Петухову руку вывихнул в пьяном естестве, у дырка раму стягом выхлестнул. А почему же после всего этого он член волысполкома? Да ему в морду надо дать в порядке дня, а не то, что сволочь! — Прошу запротоколить! — вскочил усач и запрыгал на месте. — В протокол! Я его подлеца белогвардейца еще не так обрею! — Брил твой дед, да и тот с киллой помер! — крикнул Силантий. — Как ты, стерьво, можешь скандалы заводить, растут начальства! Кто-то звал на торжество чествовать меня, а? Братцы, гони его в три шеи! Поднялся хохот, свист. Усачьи и Силантии двинулись было друг на друга, но между ними встал народ. Уговаривали, ругались, грозили. Гораська плакал. — Дядька! Дядька! Нарабрас схватил портфель и трясся так, что с носу слетели очки. Бог знает, чем бы это кончилось, если бы не находчивый священник. — Гражданин начальник и православные христиане! — гулким басом раскатился он, вскочив на стол. — Не умручим торжества сего! Приступим в любви к трапезе и питью! Угощалось человек пятнадцать. Остальных Силантий вытолкал вон и закрючил двери. На столе стояло пиво, бутылки с самогонкой, винегрет, грибы, селедки и два пирога с ворота ростом. Двухведерный самовар, как архиерей, стоял среди бутылок и, пофыркивал паром, точно говорил. — Фу ты, черт! Вот так торжество! Нарабрас сел, но все стояли. С иконы сдернули завесу. — Батюшка, отец Сергий, помолиться б надо! — робко предложил белый старичок, и голова его затряслась. — Я, отцы, не могу, когда один голос! — ответил тот и мигнул в красный загривок Нарабраса. — Теперь надо большинством голосов! — Аксен, становь скорее на болтировку! — сказал Яшка-солдат. — И кто против? — крикнул Аксен. — Принято! — Батя, катай! — скомандовал Селантий. Все это произошло необычайно быстро. Нарабрас не успел протереть очков. Отче наш пропели стройно, крестились усердно. Батюшка размашисто благословил яство. — Отцы и братья! Среди нас идейный вождь! Выпьем за его драгоценнейшее здоровье! Священник засучил рукава рясы и налил стакашки. — Собственно, самогонка преследуется законом! — сказал Нарабрас и выпил. — Обязательно преследуется! — проговорил Селантий и налил. — Почтите вниманием! — Не часто ли будет? — спросил Нарабрас, выпил и закусил грибком. — О, совсем даже не часто! — сказал Селантий, наполняя стакашки. — Ежели оно часто, так и часто и есть. Прилично! Кушайте во славу! — За процветание единой трудовой школы! Ура! — крикнул Нарабрас, выпил и забодался. — Все закричали «Ура!» Селантий крикнул. — Слушай! — и, скосоморотившись, дико запел. — Мы свой, мы новый мир! — Христианство и социализм едино! — доказывал отец Сергий, наполняя стакашки. — Все дело в тактике. Вы приемлете кровь, а мы... — А вы — самогон! — засмеялся Нарабрас, выпил и поднял очки на лоб. — Мы приемлем духовный меч! — сказал священник и тоже выпил. — А взявшись за этот меч... — Нарабрас высоко поднял бутылку. — От меча и погибнет, так кажется. И налил всем самогону. Пили, громко чавкали, сопели. Крестьяне тихомолком рассовывали по карманам куски пирога. Быстро всех мелели. Красноголовый, весь изрытый оспой дядя, горько рыдал и сморкался в корту соседа. — Аксен, Аксен, да чего ж примечательно! — стонал он, перхая и повизгивая. — Тут начальство сидит, а тут, значит, я со своих харей на месте своего сидения. — Аксен, товарищ! Силантий все норовил расчесать бороду и откинуть лохмы, и всякий раз грозил яшке солдату корявым пальцем. Говорили все вместе, бестолково и громко. — Товарищ Норобрас, товарищ! — тщетно взывал Силантий. — Эй, бабы, шевелись с пивом-то, пей, не жалей, свое же! Братцы, с начальством гуляем, вот какой режим! Товарищ Норобрас, давай нам хороших учителей! — приставал и опять хлюпнулся Силантий. — И энергичных! — подхватил Аксен. — Молчит, дурак! Силантий перегнулся через стол, опрокинул пиво и, ну, в засос целовать гостя. — Милай, товарищ Норобрас, обрился я, значит, в честь правительства. — Милай, себя не пощадил! Вот как тут! Он наотмашь высморкался и завсхлипывал. — Ты вникни, товарищ Шаробрас! Народишко! Испохабился! — Ой, как! Эвоид, мой сопляк, парнишка! Ты, — говорит, — дядька, от обезьяны превзошел! — Правильно! Молодец, парнишка! — сказал гость и брезгливо вытер обслюнявленные губы. — Конечно же, от обезьяны! Силантий перестал дышать и, разинув рот, неспеша выпрямил спину. — Ага, вот как тут! — выдохнул он и вдруг швырнул криком, как камнями. — Слышите, братцы, какие новые-то права! Слышите, мужик, мол, от обезьяны ощенился, а их телегентов бог создал! Врешь, Шаробрас, врешь! Батюшка, отец Сергий, ваше высокоблагословение! Не спровергните его вниз тормашками! — По образу и подобию своему создал Господь! — отчетливо пробосил священник. — Да-с! — Слышал! Силантий подбоченился, выпитил живот и захохотал. — Ложь, ерунда, легенда! Вспыхнул гость, но тотчас же угас. — Послушай, дядя Силантий, товарищ, темный ты человек! Стараясь призвать к порядку обмякший язык, мямлил он. — Знай, человек произошел от обезьяны. Аксиома! Материалистический подход к истории, а не поповские бредни. — Ведь это не поп, это ученый, — сказал Дарвин, — великий учитель. — Кто? Дарьин? — оскалил желтые клыки Силантий и дыхнул сивухой прямо гостю в нос. — Дурак твой Дарьин, сукин сын твой Марьин! Так ему энергичная ответь. Да и ты не умнее его! — Что? Что? — И гость бешено закрутил вилкой с обгрызком пирога. Священник отодвинулся и замер. В двух местах крикнули. — Слыхивали мы материалистическую-то историю и при царе. Сами умеем. — К черту таких учителей! И Силантий порывисто двинул тарелку с грибами к Норобразу. — Пивной бутылкой по теме их училище поганить, а? — Ребятишкам баловство внушать, а? — Да я лучше вот этими лапищами всю эту училищу по бревнышку разнесу. Мы в Бога верим! В Бога! — Что? — Подпрыгнул и сел Норобраз. — Поповская закваска! Вашу темноту эксплуатируют! Вас водят за нос! Поперек его лба набухла жила и растеклась к вискам. — Бога нет! Обман! — Ах, нет! Значит, мужик от облизьяны превзошел! Отвечай! — Да-да-да! — А коли так, так вот тебе! Ежели я облизьян, на! И Силантий, надувшись, сразу опрокинул весь стол вместе с самоваром. — Братцы православные! — сипло орал он, не взвидя света. — Получай, братцы, новые права! Мы теперече не люди, не человеки! Ха-ха-ха! А раз мы облизьяны, адиотские, устраивай скандал! Бей на вылет окна! Подгулявший наробрас, трясся в тарантасе и мотал головой, как дохлый гусь. На душе тоскливо, больно и смешно. Черт знает, эдакая тьма! Вперед или назад едем! Апцук! Что есть апцук? Ха-ха! Смышка, дрянь! Могут донести! Ну, так самогонка! Ударно! Вне программы! Ай, донесут! Честное слово, донесут! Скандал! Рядом скакал на кобыле Аксен без шапки. Он держался за гриву и едва сидел. Я, как будущий председатель, пожелал проводить ваши милости. Чего с... А, фамилия моя Аксен Петров. Прошу зачислить во внимание. Легче, Павлуха, легче. Тут пенечек. Наше начальство-то сохрани, Господь, не опрокинь. Нацепи сгною в порядке дисциплины. Вот какой я справедливый человек. Чего с... Известно, мужик-свинья. Я его, этого самого стервица Силантия, семь минут на цепь. Чего с... Он завсегда мутит. А я тут... Но... 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 Он сполз с коню под брюхо и кувырнулся в грязь. Если вам нужно утеплить и отделать лоджию, положить ламинат, устроить подиум в квартире, смонтировать потолки или перегородки из гипсокартона, установить дверь-купе, произвести другие отделочно-строительные работы, то вы можете сделать заказ по телефону 8903-689-3623.